В Аткарском суде вынесли приговор убийцы двух человек. По версии следствия, молодой мужчина забрался в квартиру, где находились две женщины, избил их, а затем, пока они были без сознания, поджег жилище. О том, какое решение вынес судья, в нашем материале. Он выглядит уверенным и даже шутит с конвоем. На оглашении приговора, обвиняемый в двойном убийстве, Виталий Кузьмин настроен позитивно. В прошлый день космонавтики он и его друг выпили и решили наведаться к общему знакомому, с которым были натянутые отношения. Он жил на первом этаже многоквартирного дома. Молодые люди долго стучали в дверь, но им так никто и не открыл. Тогда они решили зайти с другой стороны. Выбили камнем окно на балконе и залезли внутрь. Их знакомого в квартире не оказалось. Зато подвыпившие парни столкнулись с его матерью и ее подругой. Свою злость Виталий Кузьмин выместил на них. Женщин избил бутылкой из-под шампанского так сильно, что обе потеряли сознание. Кузьмин понял, наказание не избежать и решил избавиться от свидетелей. Поджег квартиру и бросил в ней женщин. Их спасти не удалось, но своей вины подозреваемый так и не признал. У него была своя версия, в соответствии с которой он сидел с потерпевшими в этой квартире, распивая спиртные напитки. Но эта версия была многократно, так скажем, опровергнута в ходе следствия другими добытыми доказательствами. Начиная со времени преступления, которое объективно не соответствовало его показаниям, и заканчивая другими показаниями других лиц. Своё вино он отрицает даже сейчас, когда решается его судьба. Правда, заносчивости поубавилось. Судья выносит приговор. Виновен по нескольким статьям. Назначить ему наказание. По части 2 статьи 139 УК РФ видишь штраф в размере 100 тысяч рублей. По пункту АЕ части 2 статьи 105 УК РФ в виде лишения свободы на срок 19 лет и ограничения свободы на срок 1 год. По части 2 статьи 167 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года. В общей сложности ему предстоит провести в колонии строгого режима 21 год. И даже при условии хорошего поведения Виталий выйдет на свободу не раньше, чем лет через 10-15. Этого времени, надеются правоохранители, хватит, чтобы он осознал свою вину.